Играл оркестр духовой, сердца всех звуком обжигая, напоминая нам с тобой, что не исчезла музыка живая. Добрый день, дорогие друзья! Как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим о Центральном военном оркестре Министерства обороны Российской Федерации, концерт которого с успехом прошел на сцене киноконцертного зала Панорама. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации один из знаковых, узнаваемых и известных оркестров во всем мире. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой вооруженных сил Российской Федерации, национальным достоянием России. Оркестр был создан в 1927 году как образцовый. Высокая культура академического исполнительства, виртуозность и профессионализм музыкантов позволяют сохранять это высочайшее предназначение и по сей день. Оркестр играет на мероприятиях, организованных высшим командованием вооруженных сил Российской Федерации, на значительных правительственных, общественно-политических, культурных мероприятиях, на самостоятельных концертах, которые проходят на лучших концертных площадках России и далеко за ее пределами. Пропагандируя русское исполнительское искусство на высочайшем уровне, на международных стандартах. На счету оркестра большое количество значимых проектов. Один из них – Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». У ее истоков стоял бывший главный военный дирижер, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов, комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников и ныне руководящий фестивалем Сергей Смирнов. От желающих принять участие в фестивале нет отбоя. Иностранцы просто стоят в очереди для того, чтобы попасть на это торжество музыки и гармонии. В состав Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации входит два самостоятельных коллектива – Духовой оркестр и симфонический, на базе которых существует эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, биг-бенд, браз-квинтет, джаз-ансамбль. А теперь немножко из истории. Первые упоминания о военных духовых оркестрах уходят далеко в Средние века. В России же впервые был организован первый духовой военный оркестр, придворный, он тогда назывался указом Ивана Грозного, и было это в 1547 году. В Европе своего расцвета военные оркестры достигли при Наполеоне, но даже сам Бонапарт признавался, что у него есть в России два злейших врага – это морозы и русская военная музыка. Эти слова еще раз подтверждают то, что русская военная музыка и российские военные оркестры – явление поистине уникальное. Руководит военным оркестром, впрочем, как и любым другим, дирижер. Место расположения военного дирижера может быть различным. Если концерт состоится в концертном зале, то военный дирижер располагается традиционно лицом к оркестрантам, а спиной к зрительному залу. Если же выступление происходит на параде, то военный дирижер идет впереди музыкантов и держит в руках атрибут, обязательный для военных дирижеров – тамбуршток. А называется военный дирижер, который выступает на параде – тамбур мажор. А если вспомнить парады на Красной площади, то восхищению нет предела, когда следишь за работой военных музыкантов. Более тысячи человек играют наизусть более 40 композиций. И, вероятно, мало кто знает, но от боя, который задают военные музыканты, во многом зависит синхронность и красота прохождения строевых коробок. Иностранцы следят за этим действием, просто затаив дыхание. А мы с вами понимаем, что за этой красотой стоит невероятное количество репетиций и тренировок. Говоря о Центральном военном оркестре Министерства обороны Российской Федерации, нельзя не вспомнить безвременно ушедшего Валерия Михайловича Халилова, который 14 лет руководил этим оркестром и много сделал для оркестра. Валерий Халилов – российский дирижер, композитор, художественный руководитель ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, главный военный дирижер, народный артист России, член Союза композиторов России. И все это генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Было время, когда военные оркестры исполняли легкую музыку из американских боевиков или вестернов. Эта музыка не несла никакой духовности, как будто радио включили. Звучит себе и звучит. Благодаря усилиями Валерия Михайловича Халилова состоялись такие памятные выступления, как, например, в Ватикане на праздновании 26-й годовщины восшествия Папы Павла Иоанна Второго на престол. В 2004 году тогда хор Александрова исполнил «Калинку», «Соловье» и «Смуглянку». А в 2007 году состоялся первый в истории концерт российского ансамбля в штаб-квартире НАТО, где для сотрудников аппарата Альянса дипломатов и журналистов Александровцы исполнили священную войну. Так военные музыканты борются за мир во всем мире и достигают своим высочайшим искусством невероятных результатов. В 2016 году роковой случай унес жизнь Валерия Михайловича Халилова и артистов хора Александрова, когда они летели к месту очередного концерта. Были трагические моменты и в истории Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Самый тяжелый – это начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года оркестр находился на гастролях в Белоруссии на границе с Польшей. Оставшись переночевать под Брестом, оркестранты попали в самое пекло. Более половины музыкантов не вернулись в Москву. Оркестр был переформирован, были набраны новые артисты, и коллектив продолжил свою службу. Большинство, конечно, как мы с вами понимаем, на фронте. Сегодня Центральный военный оркестр Российской Федерации – это настоящая семья, это целое торжество музыки и гармонии. Это даже, я бы сказала, больше, чем семья. Это коллектив, который непрестанно дарит своим поклонникам и зрителям радость от соприкосновения к высокому искусству. А я желаю вам всего самого хорошего, счастья, здоровья и, надеюсь, на нашу с вами скорую встречу. До свидания.